Я хочу перед вами извиниться и рассказать неприятную новость. Одной из лиц канала «Навайный лайф» Ольга Ключникова оказалась человеком, который, по моим данным, сливает информацию российским спецслужбам. Ольга пришла на «Навайный лайф» до того, как я возглавила его в качестве продюсера. Последние годы она работала на моих избирательных компаниях в Мосгордуму и в Государственную Думу. Я считала ее подругой, мы даже вместе ездили в отпуск. Мне больно и неприятно осознавать этот факт, но я хотела предупредить вас и заодно извиниться. Я предполагаю, что Ольга передавала данные с моих избирательных компаний силовикам, и в конечном счете я, как кандидат, должна нести за это публичную ответственность. Предполагаю, что в ближайшее время последуют разнообразные сливы информации против меня и моих коллег. При том, что часть из них может оказаться правдой, хотела бы, чтобы вы критически относились к такому. Обычно к 5% правды примешивается 95% ранья, как это было в историях Сирукановым. Бывший коллега, а ныне сотрудник РТ, любит рассказывать историю, как Навальный якобы обидел меня на импровизированных дебатах ФБК. Алексей Навальный пытался стать гуру словесных манипуляций, для чего устраивал искусственные дебаты ФБК. Темой очередных прений стала смертная казнь. Соболь вышла из раунда победительницей и рассказала, что ее деда расстреляли. Навальный обозлился на неопытную блондинку и вывел ее на эмоции. Он повернулся к подчиненной и заявил, что с ее родственником поступили правильно. Как отметил Сируканов, эти слова заставили Соболь разрыдаться. Все было бы очень складно, но, как говорится, есть нюанс. Мы в ФБК действительно устраивали дебаты, и в каком-то раунде действительно участвовала я и Навальный. Вот только я никогда на них не рыдала, а дедушек моих никто не расстреливал. Оба прожили до глубокой старости. Главное в деле распространения дезинформации накинуть побольше, чтобы человек бегал, оправдывался и доказывал, что правда, а что нет. К нам часто пытаются засылать разнообразных кротов. Мы стараемся их вычислять, и часто успешно это делаем. Исключать человеческий фактор в нашей работе нельзя. Ты не можешь никогда на 100% быть уверенным ни в одном человеке, кроме своих самых близких родственников. А как показывает история с Бритни Спирс, и близким родственникам тоже не всегда. Любая атака на нас – признак слабости и гнусности путинского режима. Этих атак лично против меня было много. В 2016 году на моего мужа было совершено нападение у нашего дома из-за расследований коррупции Пригожина. Мой дом и мой офис в России подвергались неоднократному разграблению силовиками. Меня задерживали, держали ВВС, блокировали банковские счета. Против моего отца публиковали заказуху. А маленькую дочь преследовали по пути в детский сад. На меня завели в общей сложности четыре уголовных дела. За то, что я борюсь против путинской коррупции. За то, что говорю правду. И за то, что не сдаюсь. Спасибо всем, кто верит в меня и поддерживает. Буду работать дальше.